В 2003 году в Канаде учредили всемирную премию глупости. Её выдают за самые нелепые поступки, которые стали достоянием общественности. На первой же церемонии вручения рекордсменом премии стал действующий на тот момент американский президент. К 40 годам Буш-младший считался хроническим алкоголиком и наркоманом. Его нефтяной бизнес преследовали неудачи. Как такому человеку удалось стать президентом США? Наши враги изобретательны и находчивы. Но и мы тоже. Они непрерывно придумывают новые способы причинить вред нашей стране и нашему народу. И мы тоже. Буш-младший путал Словакию и Словению, Австрию и Австралию, Ливан и Ливию и даже Ирак и Украину. Он мог обратиться к королеве Вашей Величества Елизавета XI. Он просто перепутал римскую цифру 2 и арабскую 11. Помните, как зовут премьер-министра Индии? Это новый премьер-министр Индии? А, нет. Его смешные фразы и оговорки стали называть бушизмами. Его коллеги лишь пожимали плечами. Что тут удивительного? Ведь у него самый низкий IQ среди американских президентов. Я знаю, что человек и рыбы могут мирно сосуществовать. Давайте поможем ГДР. Когда ему сказали, что ГДР нет, он говорит, как нет? Я разберусь. Вот это классический бушизм. Это реальная история. Когда Буш-младший баллотировался в президенты, никто не верил в его победу. Голоса, поданные за Буш и его оппонента, демократа Альберта Гора в штате Флорида, много раз пересчитывались. Говорили о вбросах и подтасовках. Это были одни из самых противоречивых выборов в истории США. Это был первый случай с 1888 года, когда всенародное голосование и судейская коллегия выборщиков не совпали. И было зафиксировано огромное количество нарушений. В конце концов, Верховный суд просто присудил победу Бушу. Судьи не могли игнорировать тот факт, что Буш-младший принадлежал к могущественной семье. Не просто к семье, к настоящему клану. Согласно семейной легенде, предок Буш и Джон Буш по прозвищу Нептун появился в Америке в 1620 году. Он приплыл на корабле «Мэйфлауэр». Это торговое судно, на котором англичане пересекли Атлантический океан и основали Плимутскую колонию, одно из первых британских поселений в Северной Америке. Уцелевшие потомки первых поселенцев считаются неофициальной аристократией в США. Фактически они и есть то самое теневое правительство. Первым Бушем во власти стал прадед Джорджа-младшего Сэмуэль. Он был финансовым советником тогдашнего президента Гувера и сказочно разбогател сначала на биржевом крахе, а потом на Великой Американской депрессии, начало 30-х годов. Для семьи Бушей всегда было на первом месте, с чего-то можно извлечь большую прибыль. Именно это их мотивировало. С тех пор разбогатеть на войне стало фирменной фишкой клана Бушей. Но сначала нужно было пробиться к власти. Создается ощущение, что Буши придумали свою формулу успеха. Чтобы его добиться, нужно, во-первых, обязательно отучиться в Ельском университете. Кроме того, нужно обязательно вступить в тайные общества Черепа Кости. В разные годы в него входили сенаторы, председатели Верховного Суда, генеральный прокурор и другие представители политической элиты США. Поначалу может показаться, что это просто студенческое общество. На деле – мощная теневая организация, настоящий тайный орден. Представители этого общества, вот эта паутина, которая сплетена была в рамках властвующей элиты, она выдвигала президентов, она их, если хотите, и задвигала. В начале 21 века репортерам удалось заснять тайный ритуал посвящения. Было видно, что новички в процессе инициации целуют какие-то черепа. Тогда же историки Ельского университета нашли письмо, датированное 1918 годом. В нем говорилось, что во время Первой мировой войны студенты вуза раскопали могилу и похитили череп легендарного вождя индейцев Апачи Джерониму. По некоторым сведениям, зачинщиком похищения черепа Джеронима был студент Ельского университета Прескотт Буш, отец Джорджа Буша-старшего. И этот череп затем стал атрибутом тайной церемонии. Может, тайна могущества клана Бушей быть как-то связана с похищенным черепом? Например, он защищал их от знаменитого проклятия президентов. В начале 19 века индейцы прокляли тех, кто виновен в их бедах. Американских президентов. Отныне каждый глава Белого дома, избранный или переизбранный на свой пост в определенные годы, погибал или умирал до окончания срока. Гара настигла семерых президентов. Рональду Рейгену повезло. На него было совершено покушение, но он выжил. Исключением из списка является только Джордж Буш-младший, избранный в 2000 году. По сей день живой и здоровый. Последнее покушение на Буша-младшего ФБР предотвратило осенью 2022 года. Задержали гражданина Ирака, который собирался переправить из Мексики в США четырех боевиков ИГИЛ, так как это был самый простой путь. В разные годы Буша-младшего собирались взорвать, застрелить, отравить. А в 2006-м во время визита в Индонезию даже навели порчу. Вероятный ритуал сработал, потому что у самолета Буша лопнули покрышки сразу шести шасси. Пришлось пересесть на резервный бурет. Следующий элемент формулы успеха Бушей обязательная служба в армии. Во время Первой мировой войны Прескотт Буш служил в американском экспедиционном корпусе. Своего сына Джорджа Буша-старшего Прескотт отправил на фронт во время Второй мировой. Это совершенно была четкая установка отца. Иди служить в вооруженных силах. Это будет твой главный политический капитал. Самый молодой летчик военно-морских сил США. 58 боевых вылетов на торпедоносцы-бомбардировщики. Во время одной из атак на японские позиции самолет Буша-старшего подбили. Джордж выпрыгнул с парашютом, упал в океан и не утонул благодаря спасательному плоту. Из трех членов экипажа в живых остался только он. И вдруг я увидел перископ. Мы же были в японских водах, поэтому это могла быть и вражеская лодка. Но, слава богу, оказалась наша. Эта история легла в основу безукоризненно блестящей биографии Буша-старшего. Кажется, вот он. Настоящий патриот Америки, готовый отдать за нее жизнь. Правда, все забывают, что в смерти двух других членов экипажа виновен именно Буш. Слишком поспешил спасти себя. Годы спустя он объяснил своему сыну Джорджу-младшику, чтобы продвинуться по карьерной лестнице лучше отслужить. В 1968 году, в самый разгар войны во Вьетнаме, младший подал заявку в тихое местечко, Техасскую воздушную национальную гвардию. В своей автобиографии Джордж-младший писал, что был готов служить своей стране, но предпочитал делать это в качестве боевого пилота, а не пехотинца, переходящего вброд через рисовое поле. Буш-младший служил вместе с другими сыновьями богатых и имеющих хорошие связи техасцев. Но, конечно, ему помогли попасть в эту часть, которую называли подразделением шампанского. Это был вопрос привилегий и связей. Служба лейтенанта Буша была далеко не образцовой. Он часто не мог пройти медосмотр, так как был пьян или под кокаином. В 1972-м он целых полгода отсутствовал в части. Тем не менее, галочку поставил, отслужил. А дальше, как и обещал его отец, карьера стремительно пошла в гору. Веселый простачок дважды легко победил на выборах губернатора Техаса, а затем стал президентом. Журналисты любили пресс-конференции и публичные выступления Джорджа-младшего. Он мог заявить, что американские луноходы летают на Марс. Или во время визита в Латинскую Америку извиниться за незнание латинского языка. У нас в Америке проблема. Слишком много докторов уходят из бизнеса. Слишком много гинекологов не имеют возможности заниматься своим любимым делом с женщинами по всей стране. Вскоре после инаугурации Джордж Буш-младший решил, что он устал и ушел в отпуск. Журналисты Вашингтон-Пост посчитали. Он был в отпуске почти 8 месяцев. Именно Джордж-младший заложил традицию долгого отсутствия на работе, которая стала в Белом доме нормой. Что скажете насчет заявлений журналистов, что у вас получился слишком длинный отпуск? Они не понимают, что такое работа. Мне приходится многое делать для того, чтобы работать. Не обязательно быть в Вашингтоне. Вы представляете себе, насколько бывают полезны телефоны и факсы? Постепенно люди разочаровались в новом президенте. Рейтинг одобрения его политики упал до 50%. Однако печальные события с сентября 2001 года сделали его невероятно популярным. Сентябрь 2001 года. Америка в шоке. Самолеты врезаются в небоскребы. Люди прыгают из окон. Все вокруг горит. Эти кадры навсегда врезались в память американцев, которым пришлось пережить этот день. Найти и наказать виновных. Вот чего требуют люди от властей. На пресс-конференции в Белом доме президент США Джордж Буш-младший обещает, возмездие не заставит долго ждать. Мы будем лишать террористов финансирования, морить голодом, натравливать их друг на друга, гонять с места на место до тех пор, пока у них не останется убежище. Однако на деле все происходило совсем не так. Небо над США было закрыто, в воздух поднимались только военные самолеты, и вдруг 13 сентября из Нью-Йоркского аэропорта вылетают несколько спецрейсов. Руководство страны выделило самолеты, чтобы вывести из страны 24 представителя семьи Бен Ладенов, а также более 100 граждан Саудовской Аравии. Из 19 угонщиков самолетов, которые врезались в башни-близнецы 11 сентября, 15 были Саудовцами. Кто распорядился выпустить из страны потенциальных свидетелей и, возможно, соучастников теракта? Буши не могут так вот просто сдавать своих многолетних партнеров. Что, собственно, и произошло. В 70-е годы Джордж Буш-младший познакомил отца со своим давним приятелем Джеймсом Баттом, с которым они вместе служили в Техасской воздушной национальной гвардии. Когда Бушам необходимо найти человека, который бы реализовывал некоторые схемы, ну, не очень, так сказать, моральные, надо было сажать туда доверенного человека. Джеймс Батт согласился сотрудничать с отцом и сыном Бушами. И при этом, ну, надо же такому случиться. Он представлял интересы саудовских миллиардеров на территории США. Это миллиарды долларов. И большая часть этого капитала сконцентрирована в Соединенных Штатах Америки. Трудно даже представить, сколько этих денег осело в карманах удачливого семейства Бушей благодаря Лавкачу Бату. Две семьи, Буши и Бен Ладены, были действительно связаны. И повязаны. И есть доказанный факт, что Буши брали их деньги. В 1992 году Бата обвиняли в том, что он переводил в США деньги саудовских бизнесменов, пытавшихся повлиять на внешнюю политику Белого дома. Раскрыть правду мог бы Усама Бен Ладен, предстань он перед судом. Именно это обещал американцам президент Джордж Буш-младший. Было сказано, что все организаторы этого теракта должны предстать перед судом и поднести заслуженное наказание. Чем все кончилось на самом деле? Я не знаю, где он. Просто не трачу на него так много времени. Администрация не просто разрешила семье уехать, она и не занималась поиском этого Бен Ладена. При администрации Буша о Бен Ладене никто и не вспоминал. Америке потребовалось почти 10 лет, чтобы выйти на след Усама Бен Ладена. А как только его нашли, тут же расстреляли в упор без суда и следствия. Смерть Усама Бен Ладена, она во многом непонятна. И вообще ушел ли этот человек из жизни? Возможно, он где-нибудь живет, если он спокойно до сих пор. Что еще мог вытащить на свет из тайной комнаты семейки Буша и Усама Бен Ладен? Он мог раскрыть подробности совместного бизнеса. Это закрытая частная акционерная компания CarLive Group. Та самая, которая проводила 11 сентября 2001 года конференцию в Вашингтоне. Сегодня под управлением CarLive Group активов на 276 миллиардов долларов. И мало кто знает, куда вкладывают деньги ее инвесторы, среди которых саудовские бизнесмены Бен Ладены. Консультантами в CarLive Group работали 41-й президент США Джордж Буш-старший, его сын 43-й президент США Джордж Буш-младший, бывший заместитель директора ЦИРУ и министр обороны США Франк Карлуччи, бывший государственный секретарь США Джеймс Беккер, бывший премьер-министр Великобритании Джон Мэйджор. То есть фактически они сливали инвесторам секретную информацию. Компании нужны деньги, большие деньги, огромные, и она их получает любым способом. А тех, кто стоит на пути и мешает, избавляются. Известно, как минимум, три имени. Бывший сотрудник ЦРУ Симон Коттс, американский писатель Майкл Руперт и агент национальной безопасности Филипп Маршал. Все трое были убиты после того, как пообещали раскрыть информацию о том, что трагедия 11 сентября 2001 года была подстроена. Для нас крайне важно не разглашать наши собственные уникальные способы сбора информации, не раскрывать наши источники. Зарабатывать таким путем Бушам не привыкать. Отец Джорджа Буша, старшего, Прескотт Буша, сделал свое состояние в конце 30-х на финансовых операциях с фашистской Германией. Прескотт был одним из семи директоров крупнейшего в Нью-Йорке инвестиционного банка UBC. Даже когда началась Вторая мировая война, финансирование уже тайно, но продолжалось. Гитлер имел в этом банке свой личный счет. В 1942 году в разгар войны имущество UBC конфисковали, а банк назвали главной организацией, которая на территории США отмывала деньги нацистов. Однако директор банка Прескотт Буш остался на свободе. Оказывается, финансовая поддержка Третьего Рейха была лишь прикрытием агентурной работы. Это был важный канал поручения разведывательной информации для Соединенных Штатов Фамилии. Вот так из способника врага Прескотт Буш превратился в исполнителя секретной миссии. В январе 1976 года сына Прескотта, Джорджа Буша-старшего, назначили директором ЦИРУ. Это решение удивило многих, ведь у него не было никакого опыта. Я буду подходить к этой работе с гордостью и пусть по телеку отпускают любые шутки про ЦРУ, но это важно для национальной безопасности Соединенных Штатов. Сам Буш-старший работу в ЦИРУ до назначения 1976 года отрицал. Однако совершенно точно известно, что в 1966 году он стал сенатором и возглавил комитет Конгресса по вопросам разведки. А до этого работал оперативником ЦИРУ, используя свой нефтяной бизнес для прикрытия. Настоящий мастер темных дел. Определенный талант Джорджа Буша-старшего заключался в том, чтобы делать различные неоднозначные вещи, при этом оставаясь с чистыми сухими руками. Став директором ЦИРУ, Буш-старший не забыл о своей выгоде. Одной рукой писал отчеты президенту, а другой финансировал панамского диктатора Мануэля Нарьеву. Это был очень большой канал, канал получения огромных денег, которые можно было использовать по любому назначению, ни перед чем, ни перед кем, не отчитываясь. Панама при Нарьеве стала настоящим раем для торговцев кокаином. Наркотрафик работал бесперебойно, принося диктатору и директору ЦИРУ Бушу миллионы долларов. ЦРУ использовал Нарьеву не только для получения неофициальных финансовых доходов, но и также в значительной степени Панама использовалась как ключевой плацдарм для деятельности американской спецслужб Центральной Америки. По такому же пути Америка идет и сегодня. Под лозунгом торжества демократии она несет раздор и хаос по всему миру. Нарушает права человека, устанавливая несанкционированную прослушку и видеонаблюдение. Поощряет межнациональные конфликты. Распространяет биологически опасные вещества в секретных лабораториях. Захватывает рынки с бета, делит ресурсы, торгует наркотиками. А началось все это в тот год, когда Буш-старший возглавил ЦРУ. Имея некоторый опыт, я кое-что сделал правильно. Пару раз облажался. Но я использовал свой шанс. Джордж Буш-старший руководил разведывательным управлением всего 357 дней. Но его именем в 1999 году назвали штаб-квартиру ЦРУ в Ленглии. Такое могли сделать только за особые заслуги. Ему приписывают руководство операции по уничтожению Че Гевары. Помощь Пабло Искобару в организации работы Медельинского картеля. Якобы Буш-старший после смерти Мао Цзэдуна в 1976 году посадил во главе Китая Дан Сяопина. Поддерживал операцию Кондор массовое уничтожение оппозиции в Латинской Америке. А еще в его послужном списке организация базы спутникового наблюдения за всем миром в самом центре Австралии Пайн Гэп. Ее существование ЦРУ отрицало до 2013 года, пока Эдвард Сноуден не опубликовал доказательства. Вы когда-нибудь слышали название Пайн Гэп? Кто это? Пайн Гэп. Пайн Гэп. Не особенно, но, по-моему, я уже слышал это название раньше. Отделение ЦРУ в центре Австралии. А, да, это они, Пайн Гэп. Вы что-то об этом знаете? Я знаю кое-что, о чем забыл вам сказать перед этим интервью. Любой, кто давал присягу защищать источники и методы разведки, принимал ее, насколько я понимаю, на всю жизнь. И поэтому я не обсуждаю деликатные отношения с другими странами любого рода. В 1979 году Буш-старший решил выставить свою кандидатуру на президентских выборах. У меня было больше опыта в бизнесе, больше опыта в федеральном законодательном органе, больше опыта в иностранных делах. И я хочу быть президентом. Джорджу-старшему пришлось побороться с бывшим актером и губернатором Калифорнии Рональдом Рейганом. Бушу не нравилась программа соперника. Он активно критиковал ее. Он обещает снизить налоги на 30%, сбалансировать бюджет и усилить оборону. То есть он собирается одновременно тратить и остановить инфляцию. Я называю это шаманской экономикой, экономикой Вуду. Это просто не сработает. Буш проиграл Рейгану, но тот неожиданно предложил ему пост вице-президента. Рональд Рейган, видно, понял, что в лице Джорджа Буша, старшего, он действительно имеет и крупную фигуру, и такой человек ему, конечно, в общем, даже где-то необходим. Начался новый этап в истории Соединенных Штатов. Эти годы потом назовут «золотыми 80-ми». Буш старший, который в начале предвыборной кампании язвительно назвал экономическую программу Рейгана шаманской экономикой, теперь старательно избегал любой критики президента. Но доволен ли был своим новым положением мастер тайных дел? 30 марта 1981 года. Президент США Рейган выходит из гостиницы «Хилтон» в Вашингтоне. Только что он выступил с речью перед делегатами Федерации профсоюзов. Он уже собирается сесть в президентский автомобиль и в этот момент какой-то мужчина из толпы стреляет в Рейгана. Рейган действительно оказался на волоске от гибели. И его спас столько бронежилет, который у него был. Но как же стрелок одиночко пробрался в толпе прямо к Рейгану и хладнокровно словно в тире выпустил в него шесть пуль. Может быть, его кто-то направлял к главной цели убить президента? В этот период Буш-старший был вице-президентом. И по Конституции в Соединенных Штатах после смерти президента он становится сам президентом. Существовала такая версия, что это покушение было организовано на ЦРУ. Журналисты узнали, что стрелок Джон Хинкли вырос в Техасе, а его семья была связана с нефтяным бизнесом, так же, как семья Бушей. А теперь самое интересное. 31 марта 1981 года, то есть на следующий день после покушения, у сына Буша-старшего Нейла был запланирован обед с братом Джона Хинкли. Однако открытых следов у причастности Джорджа Буша-старшего к этому покушению разумеется, не осталось. И кто о таких вещах не признается публично? После покушения популярность президента Рейгана резко возросла. Буш-старший надолго оказался в тени Рейгана. Про свои амбиции второму человеку в государстве пришлось на время забыть. Все эти 8 лет он готовился к штурму политического Олимпа. У него было больше опыта в иностранных делах, чем у любого президента в истории. Он был послом в Китае, он сам участвовал во Второй мировой войне. Он 8 лет был вице-президентом США и мог наблюдать, что происходило в годы правления Рейгана. И он служил в ООН, он служил в Конгрессе, он был директором ЦРУ. Какие еще полномочия нужны, чтобы быть успешным президентом? В 2014 году стал известен еще один грязный секрет Буша-старшего. Оказывается, во время предвыборной гонки его поддерживали украинские националисты, после Второй мировой осевшие в США. Вот на этом фото американский вице-президент жмет руку Ярославу Стецко, главе организации ООНовцев. В республиканской партии было подразделение, полностью состоявшее из нацистов. Больше всего там было украинских националистов. И они надеялись, что Буш надавит на Горбачева, и тот даст независимость Украине. В 1988 году Буш-старший довольно легко выиграл президентскую гонку. Кандидат успешно сыграл роль наследника и преемника Рейгана. Вдобавок пообещал не поднимать налоги. Читайте по губам. Никаких новых налогов. Политику обоих Буш и определяла так называемая маленькая победоносная война. Эту тактику опробовал Буш-старший в 1989 году в операции в Панаме. Цели Соединенных Штатов состоят в том, чтобы защитить жизни американцев, защитить демократию в Панаме, бороться с незаконным оборотом наркотиков и защитить целостность договора о Панамском канале. Еще совсем недавно главу Панамы Мануэля Нарьегу называли не диктатором, а союзником США. Сам он говорил об Уше-старшем как о близком друге. Во время инаугурации, говорят, он также произнес, что, дескать, вот мой друг стал президентом Соединенных Штатов Америки. После таких признаний нужно было срочно спасать репутацию американского лидера. Нарьега должен был замолчать и желательно навсегда. К этому подошли нестандартно. Наверняка план разработал мастер тайных операций Буш-старший. Мануэль Нарьега укрылся на территории дипломатической миссии Ватикана. Чтобы заставить его сдаться, американцы включили на полную мощность рок-музыку и превратили соседнюю территорию в посадочную площадку для вертолетов. Через 10 дней измученной бессонницей Нарьега вышел из посольства. Обратите внимание, что с Аль-Каидой и у Самом Бен-Лан произошло все то же самое по тем же лекалам. Все, вы больше нам не нужны, мы вас уничтожаем, мы вас списываем, мы, как говорится, с вами больше дела не имеем. Мы вас не знаем и вы к нам уже больше не будете иметь никакого отношения. Вот тот же самый почерк. Пока Буш-старший громил Панаму, младший развлекался на полную катушку. Как настоящий техасец. Он начал прикладываться к бутылке еще в школе. В армии, что называется, не просыхал. В середине 70-х его несколько раз арестовывали за вождение в пьяном виде, штрафовали, а однажды даже отобрали права на несколько месяцев. Как вы, наверное, помните, я слишком много пил. В 90-х в сеть попало вот это видео. Пьяный в стельку Буш отрывается на свадьбе дочери одного из своих коллег. Сначала что-то бессвязно болтает, а потом выпивает. В январе 2002 года Джордж Буш-младший подавился соленым крендельком и потерял сознание во время просмотра футбольного матча. Это произошло в апартаментах белого дома. Младший упал и повредил левую щеку. После этого в прессу попали его фото с синяком под глазом. Поползли слухи. Скорее всего, Джорджа разукрасил родной отец. Неужели опять за пьянку? Президент катастрофа. Так называли Буша-младшего в США в начале 2000-х. Разве можно себе представить, что кто-то настолько не уважает американского президента, что бросит в него ботинки? Буш-сын нередко демонстрировал пренебрежение всеми нормами этики? Когда на Гаите произошло землетрясение, то два бывших президента Соединенных Штатов, Джордж Буш-младший и Билли Клинтон, поехали на Гаите, чтобы оказать помощь пострадавшему населению. Они выступали перед населением, произносили речи и постоянно жали руки. Когда один гаитянин пожал Бушу-младшему руку, то после этого он взял свою ладонь и вытер его Билли Клинтона. 20 марта 2003 года. Соединенные Штаты вместе с союзниками начали военную операцию в Ираке. В этом конфликте Америка сталкивается с врагом, который не уважает ни условности войны, ни правила морали. Саддам Хусейн разместил иракские войска и технику в мирных районах, пытаясь использовать невинных мужчин, женщин и детей в качестве щита для своих вооруженных сил. Войска коалиции не встретили серьезного сопротивления. 9 город взят без боя. Весь мир видел, как в иракской столице свергали статуи диктатора Саддама Хусейна. Америка торжествовала. Буш-сын закончил дело Буша отца, но люди знающие говорят, вовсе не Буш-сын руководил войной в Ираке. Идеологом войны в Ираке был вице-президент Дик Чейни. Он первым выдвинул идею с оружием массового поражения и предложил нанести упреждающий удар. На самом деле у него был личный интерес. Дик Чейни, будучи акционером нефтяных компаний, получал личный финансовый доход от приватизации иракских месторождений после Американо-Иракской войны и, как следствие, получения американскими компаниями доступа к иракской нефти. Чейни тоже учился в Йельском университете как отец Асенбуши и так же, как они, был принят в тайное общество Череп и Кости, а значит, принадлежит к американской политической элите. В общем, свой. Кроме Чейни в деле был еще один человек. Многие решения, которые принимаются в администрации, на самом деле принимаются в офисе Дико Чейни. Папа Джордж Бустарший руководит страной, а вот связующим звездом является Чейни. Бустарший утверждал, война в заливе дает начало новому мировому порядку. Это предупреждение любому диктатору в настоящем или будущем времени. При этом Соединенные Штаты оставляют за собой право назначать плохим парнем любого национального лидера, если он действует вопреки интересам Вашингтона. Если бы не мы, Саддам Хусейн сидел бы сейчас на вершине мировых запасов нефти. У него было бы ядерное оружие. И только мы смогли его остановить. Но за всеми этими красивыми словами стоял банальный распил военного бюджета и захват иракских месторождений нефти. Ирак был катастрофой. С него началась цепь событий, которая теперь ведет к миграции, может быть, даже к разрушению Европы. Он начал войну в Ираке. Мы потратили на эту войну 2 триллиона долларов. Мы потеряли тысячи жизней. Затянувшаяся война в Ираке обрушила рейтинг президента. Шли разговоры о том, что Джорджа Буша-младшего могут отстранить от должности. Обвинения были самые разные, одно тяжелее другого. Это и Абу Грейб, это изнасилование массовое, это воровство, мародерство, массовые убийства, военные преступления, за которые, кстати, мало кто понес серьезное наказание. В последний год второго президентского срока Буша-младшего соцопросы показывали, почти половина американцев поддерживали отстранение президента от власти. Почему же клан Буша не был сильно обеспокоен такими общественными настроениями? И про старшего, и про младшего Буша говорили. Превосходный семьянин. Семейные ценности вот еще один элемент формулы успеха могущественного клана. Они женились один раз, у них были хорошие отношения с женами, их жены никак их не дискредитировали, у них были дети. Сам Джордж Буш-старший оставил пятеро детей, семнадцать внуков, восемь правнуков. Главное, правильно выбрать жену. Первым из Бушей в этом убедился Прескотт, отец Буша-старшего. Он женился на дочери крупного финансиста, и ключевая позиция в большой компании, которая впоследствии превратилась в банк, это было ничем иным, как свадебным подарком. Буша. Лора Буш, жена Джорджа Буша-младшего, бывшая учительница и библиотекарь. Благодаря ей он бросил пить. Джордж очень много пил, и когда ему исполнилось сорок, Лора сказала, или я, или виски. Правда, сама Лора никогда не отказывала себе в алкогольных коктейлях и вине. Говорят, что она имела на мужа огромное влияние. Если ей не нравился какой-то чиновник, кто его увольняли. И Джордж-младший всегда внимательно слушал, что говорила ему Лора. Брак Лоры и Джорджа Буша-младшего ставили в пример другим семейным парам. Однако в 2002 году Буша обвинили в изнасиловании девушки по имени Марджи Шодингер. Она утверждала, что Буш, который в то время был губернатором Техаса, и несколько офицеров ФБР накачали ее наркотиками, а затем воспользовались ее беспомощностью. Год спустя после подачи иска девушка была обнаружена мертвой в своей квартире. По официальной версии она совершила самоубийство. А вот история, которую Лора долго и тщательно скрывала. В ноябре 1963 года, когда ей было всего 17 лет, она вместе с подругой поехала за пиццей на машине родителей. На неосвещенном перекрестке машина врезалась в другой автомобиль, за рулем которого находился одноклассник Лоры. Парень скончался на месте от перелома шейных позвонков. Вся эта история сильно изменила Лору. Она стала более вдумчивой, грустной, более замкнутой. Брак Джорджа Старшего и Барбары называли идеальным. Они прожили вместе 72 года. Всем самолетам, на которых он летал во время Второй мировой войны, Буш Старший давал имя Барбара в честь своей невесты. Это такой романтический поступок, когда фактически неотъемлемого друга на войне называешь именем своей невесты. На самом деле это больше показное, чем реальное. Посмотрите на это фото. Справа, рядом с Бушем Старшим, его помощница Дженнифер Фитчер. Оказывается, у них больше 10 лет был роман. Это началось в 1974 году. Он взял себе помощницу, ей было, по-моему, тогда лет 40. Это была вполне миловидная женщина. В середине 70-х годов Барбара Буш долго боролась с депрессией. Она сама сказала мне, что в то время серьезно подумывала о самоубийстве. На старости лет любимым занятием Буша Старшего стало хлопать по попе хорошеньких женщин. Дело дошло до обвинений в сексуальных домогательствах. Актриса Хизерлин заявила, он не пожал мою руку, он коснулся меня сзади с инвалидного кресла, находясь рядом со своей женой Барбарой Буш. Он рассказал мне при этом грязную шутку. Джорджу Бушу пришлось извиняться перед актрисой. Ему тяжело держать руку чуть выше, чем ягодицы той женщины, которая находится рядом. Но мне кажется, это лукавство. Но оказывается, это еще цветочки. Журналисты раскопали целый ворох грязного белья на Джорджа Старшего. Оказывается, мастер тайных дел, будучи вице-президентом, был замешан в педофильском скандале. В 1988 году стало известно, что некий тайный помощник Буша привез ночью в Белый дом двух несовершеннолетних мальчиков. Один из них по имени Пол Боначчи несколько лет спустя дал интервью. В Белый дом неоднократно привозили детей для сексуальных утех высокопоставленным лицам. Большинство детей были чернокожими, но попадались среди них и белые. Это были в основном юноши и мальчики. Вы можете критиковать меня, но если вы будете критиковать моего мужа, вы покойник. Барбара Буш не могла молчать, когда плохо говорили о ее мальчиках, сыновьях или мужах. Все воспринимали ее не иначе, как милую бабушку. Но люди, близкие к семье, говорят, она больше похожа на Дона Карлеоне, главу мафии. Можно сказать, что сила в этой семье и сила, которой обладал Буш старший, исходила от Барбары. Она была именно таким сильным человеком, и она всегда была рядом. Не случайно у этой милой бабушки с белыми волосами и неизменным крупным жемчужным ожерельем на шее было семейное прозвище Силовик. Именно она решала все в семье Бушей. Она знала все. Политически она была очень проницательна. Если она считала, что команда плохо работает с ее мужем, она говорила ему об этом. Тихо, но решительно. Так что она была для него огромным сторожевым псом и мощной опорой. Мать Барбары Буш, Полина Робинсон, известная красавица, вышла замуж за издателя Глянца. Полину знали как обладательницу экстравагантного вкуса и любительницу жить непосредством. Однажды она гостила в Париже у своей подруги, в доме которой жил маг и сатанист Алистер Кроули. В этот период Кроули проходил инициацию среди оккультистов во Франции. Инициация подразумевала различные ритуалы, в том числе сексуальные. Не исключено, что Полину Пирс тоже вовлекли. Полина вернулась в Америку в октябре, а в июне следующего года родила девочку, которую назвали Барбарой. Так что она вполне могла быть дочерью Алистера Кроули. Отец и сын Буши, будучи президентами страны, формировали политику под влиянием этого теневого персонажа. Она пользовалась определенным влиянием в Белом доме. И люди, которые работали в Белом доме, даже не всегда это понимали. Она была голосом в ухе своего мужа или сына о том, что имело значение, на чем нужно сосредоточиться и кому доверять. В 1987 году президент США Рональд Трэггер публично заявил о важной роли сатанизма в современной американской жизни. После этого его правительство приняло ряд законов, которые запрещали ущемлять права сатанистов при приеме в государственные учреждения. А сегодня мы видим триумфальное шествие сатанизма по миру. Меняются карты американского политического пасьянса, а власть остается в одних и тех же руках. Вы знаете девиз Буша «Ты умрешь, а я буду летать». Люди, знающие за кулиси американской политики, понимают «Буши будут всегда». Журнал «Тайм» назвал их «спокойной династией», избегающей лишнего шума, скандалов и умело скрывающей свои политические амбиции под видом служения государственным интересам. В семье Бушей было два сенатора, два губернатора, два президента, один судья Верховного Суда США. У клана есть традиции, связи, богатство и потомство, готовые продолжить семейное дело. Я полагаю, что семья Бушей является на нынешний момент самой влиятельной семьей в США. Перспективы того, что кто-то из Бушей станет третьим президентом из этой семьи вполне реальны. Даже уйдя в тень, семья Бушей влияет на расстановку политических сил самим фактом своего присутствия. Они ждут, когда настанет их время снова вступить в большую игру за власть. К тому часу им помогут обновить образ спасителей Америки и славных парней и спрячут в тайной комнате все их грязные секреты. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok